Это обычный урок первоклашек, диктант по русскому языку. Они школьники уже почти полгода и научились читать и писать. По словам их первоучительницы Елены Роу, мальчишки и девчонки добрые и любопытные, любознательные и ласковые, а самое главное – тянутся к новым открытиям. Познавать мир они начали не с арифметики. С самого начала мы приходим и учимся правилам поведения в школе. Как себя надо вести, как сидеть, поднимать руку, учиться отвечать на вопросы, как даже попроситься выйти из классной комнаты. Мы учимся находить общий язык со своими одноклассниками, учимся находить общий язык с учителем. Ольга Рыбакова работает с первоклашками почти 30 лет. Говорит, дети сейчас стали другие, более продвинутые, разбираются в любой технике и крайне эрудированы, но мало читают. Ольга признается, работа со школьниками не из легких, но она ее очень любит. Они приносят так много позитива, столько радости, столько всякого драйва. Наверное, нигде ни в каком месте больше этого не найдешь. В первом классе для детей начинается новая жизнь. Для их родителей это произойдет чуть раньше – уже 1 февраля. Именно эта дата выбрана для старта записи в первый класс. 90% мам и пап используют портал госуслуги. Быстро, удобно и доступно в любом месте, где есть интернет. Никаких проблем с подачей заявлений через госуслуги не бывает. Единственное неудобство может быть 1 февраля, когда вся страна начинает подавать заявления, но первые 15 минут чуть подвисает сайт. Ничего страшного, заявления все равно проходят. И когда они появляются уже в электронном реестре, время и 9.02, и 9.03, несмотря на то, что родители этого не увидели. После того, как заявление прошло, родителям приходит подтверждение на сайт госуслуг. Конечно, есть и те родители, которые предпочитают по старинке посетить школу и оставить заявление лично. Для них есть такая возможность. Список документов, инструкции, образец заполнения заявления есть на сайте каждой школы и на информационных стендах в образовательных учреждениях. Для того, чтобы предоставить оригиналы в школу, нужен паспорт родителей или иной документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя. Нужно свидетельство о рождении ребенка, оригинал. И если ребеночек проживает на закрепленной территории, свидетельство о регистрации по месту жительства или иной какой-то документ, подтверждающий проживание ребенка на данной территории. Какой бы способ подачи заявления вы не выбрали, принести документы необходимо до 1 июля. До этого числа зачисляют детей, которые проживают на закрепленной к школе территории. Если свободные места останутся, будут зачислять всех остальных. К примеру, в 17-й школе планируют набрать 5 первых классов. Это 130 человек. Общее количество учеников там сейчас составляет порядка полутора тысяч. Стоит отметить, что при приеме в школу преимущество имеют дети военнослужащих, полицейских и работников прокуратуры. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».